всем привет с вами я battle бразерс попрошайка так записываю вечером после работы но я немножко по прибрался в инвентаре продал лишнее ведь пусть будут потом разберемся немножечко переодел броню вот подобрал нашему вильгельму бронику насколько на 34 получилось собрать я думаю для средней брони нормально 160 на 200 все хорошо пойдет садаха шлем был тяжеловат я ему облегчил как раз остальным и так хорошо и так и так во первых война домов идет оказывается мы ничего не делаем а у нас есть дом который нас не любит и мы его не любим есть дом который мы любим есть дом вообще непонятный одной деревне одним замком что такое в общем пойдем мы вот к этим рыбам наниматься война это же очень прибыльная нас правда денег хватает но все равно каких-нибудь лордов порубаем а еще он у нас же открытая ледяная пещера надо заходить за тесаком нормальным я думаю попрошайка как раз как раз ему по силам пойдем в львинштайн для начала ну попрошайка с варваром справится танцующий с клинком у них там не уже ли барды не нужны уже одна опасная непонятно кому ассасинов у вас нету все по вымерли почему-то ща нарубаем там себе и доспехов и всего для тяжей куча наборов будет а у меня тяжей ровно ноль ну что поделать очень заново тут дадут задание то нет в замке вроде давали что у вас great battle а давайте пойдем в great battle у вас чем-то интересное есть одноручное копьем удивительно прочная несмотря на свою легкость плюс урон и плюс пробой брони о это топовое копье вместо 35 40 42 48 и 39 пробоя вместо 25 а по прочности там такое же что-то не заливаешь про мега прочная это мега копье и у меня есть копейщик пусть он не мега но он есть я кстати дал ему копье а двину меч ну чё купим вильгельму копье в принципе мы зарабатываем чтобы не купить деньги у нас имеются стук двуручный чтобы не купить давай гулять так гулять держи а это в запас вместо меча тут поломают еще те два меча не будем запас давать тебе меч запас тоже как-то не очень меч продадим хотя цены так себе но я думаю мы сейчас блин вот меня бесит что гусь уезжает в конец я думаю мы сейчас мечей то наберем так тяжелый доспех тяжелый нам не надо шарфик из леопарда стильненько конечно куда по совсем недалеко а вот ничего я думал вообще уже когда я пропустил войну домов а не было войны домов мне выдали амбицию раньше чем началась война по это спойлер был то что началась можно было узнать только по заданию на меня тут напал там 12 кого-то кого-то быстрого нифига себе насколько быстрого подождите это в импи а это альпы вон она это альпы и пара волков значит надо вокруг адилы встать всем так чё будем колдовать защиту урон защита нам только против волков имеет смысл а так то нет хилятин а нам будет хилять так жаль с таком наверное было бы неплохо попасть ой хорошо а у меня же не заклятые враги да отлично отлично ребята прям хорошо эти двое чтобы будить если вдруг что на думаю да может подойти легнуть и отойти чё бы нет шансов мало конечно так вы чтобы будить но спича можно и дать стоит ли выносливость тратить наверное не стоит давайте танков подсейвим так ты будешь хилять это выносливость жрет ну так немного жрет а еще двоих можно уделать и еще двоих как замечательно и приятно это неприятно садах только пол хп сносит попрошайка наш просто уродует так вот как раз хиля и обратно 19 дэмэнджа 19 дэмэнджа залечили имба просто имба в принципе даже можно и плюс к урону попить чё бы нет ну да ну да я думал чё с волчарой делать а волчара передумал уже с нами играться хорошо ослик стой со всеми тира может попадешь жаль так ой 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 я думал минус 2 не минус 2 можно вот так чтоб не кусалась собачка ну вы чё все решили мазать начать вот вот а что такое кажется кто-то домой засобирался слушать я могу потратить медикаменты и не хилять после боя у меня 71 медикамент а теперь у меня 50 ну блин медикаментов расход адовый придется их покупать видимо с таким раскладом всякие ослик отвесит свенту прям попадать начал ну-ка подожди подожди побежал он эх жаль а сейчас он ослику втащит или нет ясно рунный знак оружия точность плюс 3 к навыку ближнего боя плюс 3 к навыку дальнего боя альпов нарубали мешок плюс к навыку ближнего боя 3 процента немного как бы может вот сюда на уник у нас кривенький давай тебе дадим точность зачарован хорошо итак едем дальше куда ехали ну так вот ночью ходить на второй скорости выскочит на тебя какие нить гадости у нас мало еды сходите за едой да сходите за едой сходите за едой а куда ты сходить реквизировать суплай пшеничные поля к западу от варокам пшеничные поля к западу вон там видимо а вон там фига себе нас сейчас встретят наверно тут что-то студия по следам уже орда пехотинцев немного мастеров двуручного меча немного алибардистов знаменует несколько рыцарей алибардщик я что-то не хотел бы этим всем один разбираться мне там союзное мясо пригодилось бы во а вы откуда у вас здесь 3 кёниг фест и кёниг фест у вас здесь третий город не говорите еще и большой может быть это будет шок стол шоу 155 день мы не нашли а вы мне в помощь пришли я же от другого дома то пришел ну ладно подождите мне интересно козий сыр потеряли реально тут год тут нет тут да тут замок крепость но не тех кого я думал этих то ладно ждать в лагере так я так понял если я ничего не крафтить не могу то мне нет никакого смысла никого на ремесло то и ставить до жерелье можно понаделать кучу опять получаем опыту ну вот маска нужная вещь фиг найдешь насколько я помню с одной стороны с одной стороны с другой стороны вроде бегают эти альпы можно будет найти по закону подлости по закону подлости когда понадобится никого ты не найдешь ну давай сделаем стоим лагерем ну долго делать медикаменты теперь надо собирать если так хилятся сколько у меня максимум 140 единиц стоп там монетка появилась мы получили вино но свежее мясо сырая древесина качественная древесина прям 35 единиц можно выпить в бою чтобы получить плюс 6 процентов к решимости и навыку ближнего боя ценой 12 инициативы защиты ага набухаться можно перед боем или тут и была блин ничего не изменилось да? аго дезертиры ушли я хотел повоевать а не вот это вот три дезертира рыцарь знаменосец и пращник здорово варванцы ну денег оплатить не буду хотите ли вы защищать свои земли или ваш или угрожать на совесть надавить там рыцарь давай на совесть надавим мы выбрали правильное ну молодцы бой то пойдем завтра пошли погуляем тогда тут рядом завтра в кочевника может сходить долго будет уже темнеет нет ребята с нами наверно пойдут к оружию мастер двуручного меча мастер двуручного меча арбалетчики могут конечно 17 на 17 честный бой типа арбалетчики могут нас немножко и под напрячь наемник это тоже фехтовальщик ух ты может мы у них мастерство хотя бы сопрем вы что собак не можете убить мастер меча мастер двуручного меча еще фехтовальщик намечается веселье как я погляжу я думаю нам надо защиты или ярости от этих ребят защита может и не помочь он на союзников работает у нас есть сэр перси а у них сэр колби сэр перси и сэр колби разбираются тут ну че я думаю мы никуда не идем так то наша тактика можно на фланг отойти танками и я не тебе это место оставлял тут у нас напряженная ситуация как бы один пехотинец через которого сейчас прорвут там нす он и и в и и и и и мне кажется надо вставать так чтобы все до фехтовальщика доставать но тут я бью только или по своему или по этим но по этим двум а до этого мне дерево не дает ударить потому ой 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 как хорошо у нас еще знать возврат к истокам мы выучили это по моему это по моему вот это да за каждое попадение по нам мы плюс 5 защиты получаем хорошо а тогда второй удар тебе ой как хорошо прилетела фехтовальщику ослик не высовывайся я думаю надо фланг закрывать или тут дыру наверно лучше фланг я думал в центре порубаться но в центре что-то перспективы туманные арбалет еще вала ну стой там пока ты тоже где-то здесь стой я посмотрим как будут развиваться события убью я его в голову судану могу я одинокого волка тут включил толпе народу вы практически ну а может кто-то другой продамажит хотя он если ему дать походить он сам продамажит мне тут союзничка ну а подождем свои то массу хами полупим неприятно ого ого получи так ну хоть собачек режут давай еще товарищ и сэр перси вы трус сэр колби между прочим ворвался а сэр перси бежит в них одинокий волк вручников ты за ослика побежал прятаться сюда еще кто-нибудь пролезет могут но они вроде не собираются шансы конечно у нашей тиры пока что неважный товарищ к я бы хотел сам добить тут я думаю копье поднять но они вроде не доходят еще да поднимем 10 11 выносливости мы ничего не теряем так ребятишки ребятишки во первых я хотел бы вот это вот я хотел бы ничего не выучить за фехтовальщика жаль и теперь у меня есть два удара два удара тесаком я думаю должны вам понравится тоже ничего не выучил жаль так стоит ли вытаскивать или по песику влепить там кидаются всякой зрения так ты поддерживаешь этот фланг ослик так ну чё сырокол бим умотать давай подождем он будет бить пехотинца не меня скорее всего стану у меня ему насколько я помню сын какой метки то оказывается если и вы не добили сейчас у вас на пруд фраг лошары так вот этот неприятный тип ого ты чё творишь демон чё ты сделал подожди а это наверно алибард мне показалось масть двуручник вылепил пехотинца думаю как чего наверно алибардист ударил не разглядел так не пора ли вот сюда полезть или вал и туда полезть конечно нужна поддержка но у тиры меткости не для этих уравней ну иди все равно помогать надо чё вы будете стоять или вперед полезете полезут вперед тогда это не такая уж хорошая позиция резко стала наемника не вытащили так сэр колби остался без брони и без жизни одного удара мы ничего не выучили ну тут вроде все под контролем так вот этот собирается убежать алибарды по двоим или подойти да вмазать кому-то я думаю подойдем и вмажем и можно еще в ответный удар встать например или вот сюда чтобы этот не убежал не открою ли я тут проход вроде нет об и не убежал мы ничего не получили классика мне кажется тут нацелился на нашего ослика негодяй этот негодяйский негодяй что-то задумал давайте подождем спайта ворвемся и тут свои то там опять не добьем вот тут неплохо так это вот неприятно сэр перси вы не хотите помочь на фланге совершенно случайно чего он танковать идти он опасный он крайне опасный трус 5 процентов в него попасть надо похоже срочно идти на помощь что ты делаю а хотя у меня ротация есть у меня есть ротация я бы хотел вот этого туда брать мастер двуручного меча ну хоть так хоть так а еще я могу арбалетчика заткнуть вот так элегантно об это прикольно и тебя могу подставить что бы и нет иди воюй или этого а потом сюда так у меня останется 4 сюда могу перебежать так у меня 4 3 ну в принципе одинаково одинаково так его все равно не добили за все это время притухард ротация и два удара стеснока ну может и не добить может в прачника ворваться там ротация есть и мастер двуручного меча это наверное перебор для ослика мастер двуручного меча ладно стой пока так приветик 52 процента всего у попрошайки офигеть ой 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 минус голова ничего не получили к сожалению ну да ладно после к своей то ворвется стрелков сэр перси наконец пришел мы бой уже почти закончили он дошел до боевых порядков мы тут получим получим а мы его убьем а он ходит раньше нас он ходит раньше нас на следующий ход он раньше пойдет и сдарит а нам это не надо мы все равно фиг попадем с таким шансом что пошли поучаствуем ой арбалетчик отстрелялся это вот подло так делать все резко пошли умирать давайте вы его побьете а потом я его добью давайте вы его побьете а потом я его добью не догоняем не догоняем давай свои то чтобы его не пугать может он еще кинет сейчас кого-нибудь вильгельму по башке прилетело не удирает гад на на 21 процент выхватил вильгельм тебе бы закрываться может щитком хотя он помрет так спасибо что подождали кровавая жатва это плюс урон от массовых атак кажется от ударов по площади это же шик под нашу алибарду этот персонаж перенапрягся и теперь юзим для контратаки о что это за фигня это за то что я бил мастера двуручного меча прошло так я тут подумал а можно же два раза два раза нельзя побегать как я посчитал то молодец собаку надо было спускать хотя ослик ходит раньше так ну привет нет есть что полез удерживать оборону удерживать оборону а это было вот это что стоп что то столько появилось это все было вот два появилось вместо одного держать строй к союзникам в четырех клетках плюс 10 к защите в ближнем бою получает только 90% любого урона невосприимчивый к отталкиванию это на всех массовый индом и внимание плюс к навыку дальнего боя плюс к решимости плюс к защите дальнего боя это для перестрелки это для ближнего боя нормально так да и ты тогда тебя ничего не получили жаль очень жаль а ослик то не так просто на 65 и друг ослика блин броньку надо купить было сейчас еще порежут собачку мы ему этого не простим подожди подожди у меня тут ослик догнал свою добычу и никому ее не отдаст на 70 процентов 72 если б не в шапку сейчас ударил убил бы 21 процент попасть по ослику 21 процент попасть по ослику ну набежали шакалы это добыча фалька это добыча фалька но если фалька не попадет у него его ее сопрут давай фалик бери он твой так смотрите как военный вульш это тесак стоковый сетка рваная зачем мне сетка рваная закидывается автоматом бесит инструменты возьмем стоимость космическая давай хандер пойдет фехтовальный меч просто меч дубина так броники какие-то нищие достались и броники нормальные поломали и победа вернуться за деньгами это в ремонт это в ремонт это все дорого это все дорого это все фигня тут кожаный воротничок по-моему ничего не весить должен можно кому-нибудь отдать только места нету в инвентаре чтобы снять хорошо ну кое-что налутали по навыкам плюс много всего на продажу только продавать надо не здесь а хотя подожди-ка с таким дебафом можно и здесь но у меня нет тяжей тут на тяжа интересные конечно штуки но у меня нет тяжа и это все наверное надо продать новых налутаю или куплю или налутаю что-то молоток двуручный не больно то и нужен таким уроном тисака с таким уроном тисака плюс о какой-то легендарный контракт у нас проблемы с местными разбойниками пять тысяч я принимаю выследить якобы неуловимое разбойничье войск у нас легендарный контракт на разбойничью армию шик блеск так собрать информацию Вейзенхайм это там уже опять 525 давайте поремонтируемся лагерем все там вроде на местах а и ожерелье мы собираем а и подожди-ка я хотел блин куда я там его снял да ничего не весит 5 брони дает тебе что ли дать хотя ничего не весит это лучше давать нимблис там выглядит отвратительно давай тебе вот на тебе нормально а подожди у тебя тут лучше есть у тебя есть наплечники у тебя а у тебя тоже есть блин и у меня есть у меня именно наплечники наплечники посимпатичнее чем этот капюшон не капюшон как его воротник на тебе воротник отряд рейдеров это квестовые ребята на ночь ничего не продашь ну пошли посмотрим что там за рейдеры вы себя подождите дворянская туника 2.40 подожди-ка а у меня что там снизу ну-ка у меня южная туника 1.25 а тут 2.40 а тут 2.40 а я хочу дворянскую на одну единицу перевес теперь правда ну ничего страшного зато так красивее так что тут за рейдеры у нас еще и давайте без помощников я хотел я хотел сам их всех убить ну 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 какой красавчик бандит ветеран мне кстати дровосек поинтереснее хотя мастерство от аппарата я уже добыл великий подошел и ничего лучше ничего не увидел в твоем шлеме о-хо у нас обходят у них собак еще куча у нас есть ослик для прорыва по флангу так а ты давай держи вот это направление вот прям так наверное держи ай-яй-яй ты че делаешь отставить не надо стрелять в аллу востлика не надо что он вам плохого сделал и так и так браконьер разбойник стрелок спасибо что зашли ничего не узнали бывает так дровосек не добил ничего себе ничего похоже дровосеки ну или не повезло или мы все уже дровосекское выучили вон добываем древесину у этого кстати цеп это неприятно может репост тут еще собачка есть у него башенный щит так ослик врывался по флангу на лучников но на бандита ветерана наверное он не будет врываться так шахтер шахтер мы убивали по-моему нет можно вырваться на собачку а Кава! Кавабанга! Кавабанга! Вы говорите... Ой-ой. Серьезный парень. Эх, шахтера не убивайте. У меня к нему дело. Ла-ла. Понятно. Ла-ла. Понятно. Ла-ла. Понятно. Так, шахтеры, пожалуйста, ко мне на прием. Охотник за рудой. О, мы сейчас еще будем, может, и руду копать на стоянках лагерных лагерных. Это будет забавно. Стрелки обменялись головами, видели. Друг на друга полетели. Так, у нас тут пстина. И репост. И ослик с вейта нападет. Ну, хоть совачку зарезал, молодец. Ослика, давай вдохновляй. Ослика, давай вдохновляй. Что-то проценты такие себе. Вот ты упорный там, гад, попался. Не, он что-то в щитовик, это не наш вариант. Похоже. О. 9% маловато как-то. Так, нормально. Что он там, не убегает еще что ли? Или вы его догнали в темноте? Убегает вон он. А, не убежал. Понял. Так, стрелами эти нафиг не нужны. Башенный щит. 30. Выносливость. Так, кто первый заговорит, получит свободу. Опять никто не заговорил, да? Или что? Видимо, нет. Так, чинимся, лечимся до утра. Жерели из Альпов сделали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пальк просит вашего согласия на то, чтобы отрядный пес, боевой брат, поучаствовал в местных собачьих. Пальк! Ты что там делаешь с собачкой? 200 крон. Оставь песика. Его ж там сожрут. Так, рассвет тем временем мы собрали. Ожерелье. Кому мы дадим ожерелье на прокачку? Тире поджарки, очевидно. Так, где? Или Валя. Ну, она почти прокачалась. Фалькла вылапнулся. Наш... Киборг-убийца. Что-то ему инициативу в этот раз не выдали, к сожалению. Но я надо брать всегда. Это плюс урон. Так, устрашающий осел. Не восприимчивость к отбрасыванию, притянуть им подобное. Ну, такое. Лекарств больше. А нет, подожди. Создание бинтов и лекарственных снадобий. Кроме того, увеличивает максимальное количество медикаментов на 10. На 10 мало как-то. Запчасти. Запасные. Так, увеличить максимальное количество на 20. Снижает затраты инструментов для ремонта. Надо вылечить выносливость. 20 инструментов. Неплохо. Но нам надо в бой. Мускулистость. Пацифист. Или в переноске. 12 предметов. Блин, это неплохо. Пацифист. Нет, какой пацифист? Он у нас не пацифист. Мы его знаем, он нифига не пацифист. Ему бы неприметности горемыку было бы, кстати, неплохо. Последний оплот. Мускулистость на урон? Не, ну а чё? Засекаем урон. 101, 116. 124, 162. Воу-воу. Минус 10 шансов нападания. Вот это обидно, конечно. Это жаль. Ну ладно. Так, мы хотели продать всякое ненужное. Цены не идеальные, но я думаю, в принципе, еще я ее таскаю с собой эту булаву. Башенный щит. Давайте оставим один. Мало ли чего. Сломают. какие-нибудь редиски. Я вот думаю, если идти сражаться с варваром. Ну, один удар молотка и чё этому варвару. А вот два удара с тисака. Дубину еще может быть, которая дебафает мощно. Ингредиенты попродавать бы. Надо поизучать крафт и посмотреть, что полезное, а что нафиг не нужное. Еда, кстати, заканчивается. Возьмем. Так, ну и уже в следующей серии пойдем дальше собирать информацию о армии разбойников. Спасибо всем, кто смотрел. По-моему, весело. Я думаю, разберемся с армией разбойников. И если как раз... Я не думаю, что это займет всю серию. Или мы, наверное, сходим к варвару. Общаемся к этому. За тисачком хорошеньким. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Всем пока. Всем пока.